очень рад вас всех видеть это первое реальное не хотел студию приходить просто так торт поесть и кофе но я все равно это сделаю потом хотелось что-нибудь вам интересно рассказать тех кого не знаю новые ребята тоже привет раз с вами познакомиться собственно в студии я работал до этого семь лет восемь до восемь лет занимался ведением проектов руководил отделами продавал проекты короче говоря разные штуки делал даже барист и работал какое-то время потом решил посмотреть как в других местах жизнь устроена и год путешествовал мы вместе наташей объехали байдуже спасибо ей большое за постер объехали много стран в юго-восточной азии потом проехали по балканам потом побывали штатах и сейчас снова оказались москве и моя лекция условная лекция на самом деле это короткая история бы называется менеджмент или зомби и я могу рассказать либо про свой опыт удаленного менеджмента чем он отличается той школы которые дают в студии чем вообще работа удаленно отличается от работы офисно это мой опыт как бы которые мои выводы которые сделал либо я могу рассказать о том либо я могу рассказать о зомби потому что я люблю зомби я уже 15 лет смотрю фильмы про зомби читаю книжки про зомби мне кажется я реальный эксперт в этой теме ну поскольку такой интерактив то я буду рассказывать о том чем хотите темы не пересекаются на самом деле потому что лекция менеджмент или зомби то есть не и зомби а или поэтому что вам будет интересно послушать и расскажу так кому что интересно зомби зомби нет нет но можно дополнительный вопрос в конце задать не по теме весь хочешь ну хорошо зомби значит про зомби давайте расскажем у меня есть такой слайд давайте сначала расскажу вообще почему ну как я сказал да действительно почему-то я по зомби теме угораю уже достаточно давно не знаю почему так получилось и фильмы книжки это понятно но однажды написал фильм про зомби и снялся фильме про зомби то есть я это прожил как бы на личном опыте и совершенно ясно для чего это мне но непонятно для чего это вам всем нужно я постараюсь я постараюсь объяснить чем это может быть полезным начну начну издалека у меня есть слайды у меня есть подсказки периодически буду сюда смотреть не обижайтесь но это нужно я вообще не очень люблю живопись и так происходит потому что я ее просто не понимаю не понимаю я ее от своего невежества и мне когда смотрю на картины мне совершенно непонятно ну собственно что что-то не ждут как от зрителя я не знаю сюжета я не могу ничего сказать про связь этого произведения искусства с другими произведениями какую роль она играет вообще в этой линейке я мало что могу сказать про инструменты поэтому ну живопись для меня такое темное пятно и просто на примере живопись я хочу показать что для многих людей есть такие темные пятна в разных областях знания но все меняется чудесным образом если начинать разбираться в контексте например вот эта картина называется юдиф художника а лори и на самом деле библейский сюжет очень простой ассирийцы напали на израильтян в их главе был некто алафрен и юдиф втерлась к нему в доверие и ночью пока он был пьян отрезал ему голову такая вот простая история как правило если вы увидите где-то картину с женщины который держит в руке отрезанную голову скорее всего это будет юдиф ну это такой ну видишь у него что-то там есть но это не важно для нашей истории сегодняшней это не важно короче говоря окей начинает какой-то сюжет начинается и начинает что-то интересное происходить но эта картина сразу приобретает другой оттенок если ты например знаешь что художник юдиф рисовал со своей любовницей которая реально разрушила ему семью разрушила ему жизнь и сильно сильно на него повлияло как на личность а служанка которая стоит рядом это это мать этой любовницы а собственно отрезанная голова в руке этой женщины это автопортрет художника и это событие настолько сильно на него произвело впечатление настолько сильно она оказала влияние что оригинал этой картины художник разорвал потом нарисовал ее еще раз ухудшив лицо этой женщины то есть она была более симпатичным реальности потом он повторил операция разорвал картину снова нарисовал третью версию вот мы на нее смотрим сейчас и и тут юдиф снова изменилась и черты стали еще более уродливыми по мнению художника. И на самом деле, если знать вот эту историю, то на картину начинаешь смотреть несколько по-другому. Не знаю, как на чей-то инстаграм личный ты думаешь, блин, а что же у них там произошло на самом деле, правда? Что это, такая неадекватная женщина была или сам художник был неадекват? Ну, собственно, на картине выглядит не очень, но может потому, что труп, не знаю. Короче говоря, контекст придает некого вкуса этой картине, и мне, как зрителю, становится интереснее. Еще один пример, вот Рубенс. Можно подумать, что, наверное, Рубенс там себя нарисовал на коне или вот он там в пень лезет, но на самом деле нет. Здесь история в другом. Вообще непонятно, почему Рубенс на пейзажи потянуло, но эта картина была для него поводом похвастаться. Рубенс был преуспевающим к тому времени художником, и он наконец-то купил себе поместье, и наконец-то построился дом в этом поместье. И, собственно, вот этот дом, это дом Рубенса. Он его решил увековечить здесь на этой картине, нарисовал. Если бы мы смотрели на оригинал этого полотна, мы могли бы поближе подойти. Ну, поскольку у меня супер-говнокартинки, то я вам просто на словах опишу. А если вы поближе посмотрите, вы увидите, что в окнах этого дома отражаются лучи солнца. И на тот момент это был очень классный способ произвести впечатление на людей, потому что застеклить весь дом, это было чудовищно дорого. То есть полноразмерные окна поставить, это была просто невиданная роскошь. А здесь у чувака, значит, на картине все просто прекрасно. У него в каждом окне есть стекло, и еще там блики солнца играют. Короче говоря, он просто похвастался, и что в жизни у него все сложилось. Ну и последний пример, мой любимый. Значит, такая картина, картина с конем, с завторством. Мне нужна уже подсказка. Джорджа Стабса. Называется картина Whistle Jacket. 1762 год. Эта история очень, мне кажется, близка будет и понятно всем здесь собравшимся. История такая. Богатый клиент заказал художнику нарисовать своего любимого коня. Поскольку художник был уже опытный и не первый раз этим занимался, то есть это не первый его конь, он решил сначала сделать эскиз, ну как бы набросок, чтобы утвердить клиентам позу коня, расцветку и вообще нравится ли ему то, что он нарисовал. А потом, если клиенту все понравится, дорисовать фон. Но когда клиент увидел, собственно, что получилось, он сказал, о, и так все отлично, не нужен никакой фон, все идеально, давай в рамку и на стену. И, собственно, так появилась первая в мире картина без фона. Вот коня как будто бы просто в фотошопе вырезали и наклеили. К чему я все это рассказываю? Я рассказываю к тому, что контекст решает. Если вы на английском читаете книжки или пытаетесь их читать, у вас ничего не получается, то есть вот такая хорошая фраза, как контекст the king. Просто не обязательно все слова понимать, но важно считывать контекст. Поэтому в аспекте зомби-жанра то же самое. Вы можете не любить зомби, можете не любить вообще всю эту тему с мертвяками и кровищей, но поскольку зомби появились не вчера, они на самом деле появились уже очень-очень давно в культуре как культурное явление, полезно иногда знать взаимосвязи, откуда что пошло, какие люди в этом процессе принимали участие и как вообще вся эта история живет сейчас, просто для того, чтобы уметь считывать какие-то культурные отсылки в других областях, которых на самом деле много. Когда я говорю, что зомби – это жанр, но это действительно так, я не кривлю душой, это такой же жанр, как вестерны, например, или такой же жанр, как, ну не знаю, какие-нибудь супергеройские фильмы. Это значит, что есть ряд ограничений важных, по которым этот жанр живет. Если вы не смотрели на YouTube лекцию Богдана Кравцова «Ограничение», оно так и называется, «Ограничение», длится 12 минут. Я вам крайне рекомендую ее посмотреть. Богдан там рассказывает про то, что в математике в общем виде задачи не решаются вообще никак. Либо они не имеют решения, либо они решаются очень сложно. Зато в частном виде, когда у тебя есть набор ограничений, они решаются очень просто. Ну то есть банально. Если вы в пустыне оказались, и вам говорят, найди оазис, абсолютно непонятно, что делать, куда идти, вперед, назад, вправо, влево, там днем выходить или ночью. Но если ты стоишь в пустыне, вокруг тебя стоят таблички, где оазиса нет, типа там его нет, там его тоже нет, впереди нет. У тебя остается как бы одно направление, уазис там, и остается просто дошагать до него. То есть ограничения на самом деле это круто. Ограничения в дизайне это круто, ограничения во всех сферах жизни это круто, главное, чтобы их слишком много не было. И в жанре, как в некой среде, эти ограничения есть. Ну, у зомби, собственно, очень простые ограничения. Есть набор правил, устоявшихся, по которым жанр живет. Я записал себе очень простые. Значит, если вас вкусил зомби, вы станете зомби. Зомби можно убить, повредив мозг зомби. Ну, или свой. Зомби не едят зомби. У меня тут еще есть странный пункт про зомби есть порно, но я не знаю, к чему я это записал. И зомби тысячи, их невозможно победить. Но на самом деле, если говорить серьезно, то на тему зомби люди пишут курсовые работы по социологии, по психологии, потому что там есть не такие очевидные штуки в этом жанре. Ну, например, в отличие от классических монстров типа вампиров или каких-нибудь призраков, которые тоже восстали из мертвых, или там оборотней, которые пожирают живых, у зомби тоже все это есть, но у них нет никаких гипертрофированных черт, которые другим фольклорным монстрам принадлежат. Ну, типа, у вампиров есть повышенная сексуальность, они все такие эстетские любовники. У оборотней есть животная ярость. А зомби — это просто какая-то безликая толпа, и ужас как раз в том, что любой человек может ассоциировать себя с ними, любой ими может стать, без каких-либо специальных ритуалов. Просто раз что-то происходит в обществе, и мир рушится, а люди становятся не тем, кем они были. И с психологической точки зрения человеку это страшно, и поэтому, наверное, зомби за жанр популярен сейчас. Популярны вот эти все апокалиптические теории и прочее-прочее. Я не думаю, что это исчезнет в ближайшее время. Люди как смотрели фильмы про зомби, как думали на эту тему, так и будут продолжать думать. Просто потому, что всегда была боязнь толпы у человека, всегда была боязнь потерять свою индивидуальность, всегда был страх вот этого бесконтрольного потребления в капиталистическом обществе, люди все равно об этом думают. А зомби — это просто метафора, на самом деле, этой теме. Поэтому я хочу быстро, как бы от начала истории до... Ну, не от самого начала истории, когда реально зомби существовали, от начала киноистории, до наших дней пробежаться по основным штукам, которые вам, как людям, которым эта тема не интересна, я думаю. Ну, то есть, вряд ли вы там смотрите каждый день фильмы про зомби. Чтобы вы могли что-то для себя узнать новое и, возможно, приобщиться. Возможно. Хотя я такой задачи не ставлю. В общем, в 1938 году появился фильм, который назывался «Белый зомби». Белла Лугоша. Там играл колдуна, который с помощью волшебных сил заставляет людей делать то, что ему нужно. Просто выполнять приказы. И это был, на самом деле, первый фильм в истории кинематографа, где вообще появилось слово «зомби». Но коннотацию оно имело совершенно другую, не такую, как сейчас. Во-первых, это были живые люди. Просто подчинялись они чужой воле. То есть там не было никаких мертвецов. Во-вторых, в этом фильме, что важно, впервые появился тот образ зомби, который мы в небольшом изменении видим сейчас. Это какие-то бледные, такие наркоманоподобные ребята с заплывшими глазами, которые еле-еле шевелятся на экране. То есть вот с вот этого все началось, на самом деле. Но жанр, который мы знаем и который сейчас существует, на самом деле обязан вот этому человеку. Это вот этот веселый добрый дед. На самом деле, отец зомби-жанра — это Джордж Ромеро, который в 1968 году снял фильм «Ночь живых мертвецов». Это был его первый фильм. Он только-только решил, что он станет режиссером. Это был его первый фильм. У него вообще не было денег. Он снял этот фильм на черно-белую пленку, потому что цветную пленку он себе купить не мог. Он пригласил тех актеров, которые согласились играть потом на процент из продаж билетов. Зомби в этом фильме ели сосиски вместо кишок, потому что они не знали, как по-другому сделать кишки и вообще где их брать. Никто на самом деле не знал, как снимать кино. Но этот фильм стал чем-то вроде брендбука для всех последующих поколений. Все люди, которые потом приходили и хотели в этом жанре что-то сказать, все режиссеры, они так или иначе обращались к этому фильму, брали идеи, которые были заложены в этот фильм и развивали их так или иначе. Идеи были очень простые. Джордж Ромеро придумал, что зомби — это восставшие мертвецы, что это не живые люди, что они одержимы одной единственной идеей пожирать других людей, превращая их в зомби, что их можно убить выстрелом в голову. И, собственно, это все, что он придумал. Он даже не пытался придумать, как они появились, потому что в фильме, когда люди начинают друг друга спрашивать, а что происходит вообще? Что за керня происходит? И они говорят, да это не важно, давай баррикадироваться и прятаться где-нибудь. Ну и, собственно, канон, он тоже появился в этом фильме. Канон очень простой, что группа выживших, она где-то прячется, в каком-то укрепленном месте. И пытается все это пережить. Но это не единственное, за что фильм любят. Там был такой небольшой социальный подтекст. То есть Джордж Шамера придумал, что в кино можно не просто монстров показать и всех веселить, а, например, сказать, что зомби нашествие — это просто некий фон, на котором проявляется все человеческое дерьмо. То есть все плохие человеческие качества проявляются во время какой-то непонятной ситуации. И этот фильм он постарался показать. Я не знаю, выдержите ли вы этот фильм и захотите ли его смотреть. Но, в общем, если вы смотрите один черно-белый фильм в год, наверное, можете посмотреть ради образования этот фильм. Хотя бы начать. Но, собственно, после этого, через 10 лет, Ромеро снял еще один фильм, который называется «Рассвет мертвецов». И потом он снял еще «День мертвецов». И на этом, в общем-то, Ромеро закончился как режиссер. То есть он больше в кино ничего толком не сказал. Знакового я имею в виду. Но вот этот фильм, он взял и улучшил формулу, которая, казалось бы, уже и так хороша. Вместо какого-то локального конфликта в домике появилась такая полномасштабная картина апокалипсиса, где уже показано, что происходит с городами, как вообще разваливается общество, как люди попадают в какое-то новое средневековье, расслаиваясь на гопников и на тех, кто пытается еще хоть как-то сохранить человечность, и все такое. Плюс действие переместилось в супермаркет, и это позволило Ромеро классно показать изнанку общества потребления и внести такой социальный подтекст, что цивилизация наша немного не о том. Вот этот фильм, я здесь прохожусь по как бы поверхам, по знаковым штукам, которые для жанра что-то дали, потому что понятно, что после Ромеро, когда он сделал свою трилогию, итальянцы, например, но точно так же, как они и с вестернами поступили, они взяли эту классную идею, типа, о, живые мертвецы едят людей, это же круто, и сняли примерно там 900 фильмов сразу про то, что, ну, собственно, в них это и происходит, там, зомби едят людей, ну, еще иногда показывают голых женщин, и итальянский кематологов этим нормально живет, то есть это такие спагетти-зомби, смотреть все эти фильмы невозможно, потому что, ну, их просто, мне кажется, производят быстрее, чем люди их успевают смотреть. Но вот эта штука, это знаковая вещь, фильм называется Dead Alive, еще называется Brain Dead иногда, этот фильм снял Питер Джексон, который потом снял из «Стели на колец», «Хоббит» и стал большим, таким, кассовым режиссером. Это был второй его фильм, и первый фильм, который он снял для студии, и в историю он вошел по двум причинам. Первое, это самый кровавый фильм в истории кинематографа вообще, если считать литры пролитой жидкости на, не знаю, минуту экранного времени, то это абсолютный рекордсмен. Там просто из бронзбойтов актеров поливают, финальная сцена, где главный герой, там, газонокосилкой, рубит ордезон, зомби, она 15 минут идет с применением, там, не знаю, всего, что под руку попадается, садовых гномов и так далее. Это абсолютно больной мозг мог породить это все, но поскольку это эпик-абсурд, это смотреть, это очень интересно, насколько это изобретательно и классно сделано, без компьютерных спецэффектов, только с помощью аниматронных кукол и смекалки. Поэтому все этот фильм запомнили, у него нет ни сиквелов, ни ремейков, ничего такого нет, потому что я не уверен, что кто-то может это повторить с точки зрения режиссерского безумия. Называется «Смотритель кладбища», не знаю, как можно это перевести. В общем, это американская афиша, но мне больше нравится его итальянская афиша, она вот так вот выглядит. Короче говоря, этот фильм в подборке появился потому, что режиссеры поняли, что можно в фильмах про зомби не показывать зомби, на самом деле, можно показывать какие-то другие вещи. И здесь сюжет очень простой, чувак устраивается на работу, сторожем на кладбище, ему говорят, что это очень простая работа, надо просто сидеть и сидеть, ничего не происходит. Но выясняется, что на самом деле раз в неделю из могилы вылезают мертвецы, их надо убивать и класть обратно, иначе они просто разбродятся по городу. Но это как бы фон, это показывают в первые 10 минут фильма. А все остальное время этот главный герой занят тем, что он на кладбище встречает эту странную девушку в разных обличьях, и у них вспыхивает любовь, но потом она умирает, потом она появляется снова, потом она умирает. В общем, на самом деле непонятно, что в фильме происходит, и снят он очень странно. И это первый фильм, который можно в этом жанре причислить к арт-хаусу, потому что высказывание режиссера крайне неоднозначно. Он снят очень-очень нетипично для жанра. И понятно, что здесь он просто воспользовался некой сформировавшейся формулой для того, чтобы… Ну окей, у меня еще один фильм про зомби, но на самом деле нет. На самом деле уже тогда жанр начал разрастаться на какие-то смежные территории. И вот еще такая ужасная афиша, и такой же дешевый фильм был, который называется «Я зомби». И он крутой, потому что он снят очень дешево, за копейки, там ни одного известного, естественно, имени нет. Но он снят, во-первых, на субъективную камеру в формате дневников, в формате такого found footage. То есть чуваки находят пленку, на которой записано, как кого-то покусал зомби, и он медленно превращается в собственного зомби. И это интересно, потому что здесь зомби — это как метафора болезни. Ну то есть человек просто умирает и боится умирать, не хочет, чтобы с ним это происходило, он не понимает, что с ним происходит. И все эти переживания, они на самом деле трогают за душу, потому что они понятны. И это был первый фильм, снятый вот в таком аспекте. И он появился за год до «Ведьмы из Блэр» и до коммерческого успеха «Ведьмы из Блэр». Поэтому если кто-то думает, что «Ведьма из Блэр» — это как бы первый фильм в жанре found footage, на самом деле нет. Были и до него фильмы, но просто у «Ведьмы из Блэр» случился коммерческий успех, а у этой штуки нет. Ну и мы приближаемся к 2000-м. 2002 год. Дэнни Бойл снимает фильм «28 дней спустя» и в очередной раз дает жанру второе, там, не знаю, третье дыхание. Вообще, нужный жанр этому дыхания. Непонятно. Фильм он делает вместе с Алексом Гарландом, человеком, который придумал пляж, книжку, и потом, собственно, ее экранизировали, получился кинофильм «Пляж». Гарланд написал сценарий. Почему эта штука важна для жанра и почему на нее стоит обратить внимание и посмотреть? Во-первых, там божественный саундтрек. Если вы делаете фильм про зомби, просто берите музыку из этого фильма. Это лучше. Лучше ничего не придумали до сих пор. Во-вторых, Дэнни Бойл снимал этот фильм на цифровые камеры, не на пленку. Специально для того, чтобы у зрителей был некий эффект присутствия в картине, разворачивающейся вот этого апокалипсиса. Реально, есть ощущение, что смотришь какой-то выпуск новостей в начале, потому что вот эта зернистая цифровая картинка, она делает ужас происходящего несколько ближе. Снят он очень изобретательно, то есть ребята снимали брошенный Лондон, например, утром, просто перекрывали пару улиц и снимали, пока люди на работу не пошли. Но на экране выглядит так, как будто бы там никто не живет уже недели две, а то и три. Плюс к этому, в этом фильме впервые история как бы сделала полный круг, и здесь нет на самом деле никаких мертвецов. Все люди, которые есть в этом фильме, это просто люди, зараженные вирусом бешенства. Формально они все живы, просто они потеряли человеческий облик и кидаются друг на друга. И это действительно был некий реки Ренессанс в зомби-жанре, потому что поняли, что вирус, это же реальная угроза. Существует там пандемия птичьего гриппа и проще. И, наверное, это очень-очень реальный сценарий. И забегая вперед, я скажу, что многие люди действительно в интернетах и везде обсуждают такой сценарий, что действительно считают, что может умереть от какой-то пандемии, может быть, от пандемии бешенства, и некоторые жизни свои кладут на то, чтобы подготовиться. Есть такие ребята, называются преперы, вот они учатся выживать. Короче, ездят в лес стрелять белок, мастерить костры на случай, когда вот это все случится, они будут готовы. И вот эту волну вот этих городских сумасшедших породил, собственно, Дэнни Бойл вместе с Гарландом. И надо сказать, что здесь зомби не ходят пешком. Здесь они очень-очень быстро бегают, и это был первый фильм, где они бегают. И, ну, собственно, тут у людей почти не было шансов никаких. Если раньше зомби можно было просто обойти, то тут уже не получалось. Не получалось такого. Ну, и, собственно, большая веха. Зак Снайдер, тогда еще режиссер, который снимал исключительно рекламу, ничего он, кроме рекламы, не сделал до этого фильма. Он пришел в кино и решил сделать ремейк своего любимого фильма. Собственно, того самого фильма Ромеро, Рассвет мертвецов. И это очень показательно, потому что многие режиссеры, которые приходили в кино, они, как правило, снимали зомби-фильм. Это очень странно. Это примерно точно так же, как актеры приходят в профессию, они когда-то там снимались в порно, просто не хотят об этом рассказывать. Ну, многие из них. Точно так же режиссеры, приходящие в профессию, снимали зомби-фильм, но просто стесняются об этом рассказать, потому что, ну, как бы, это несерьезно. Вот Зак Снайдер снял такой фильм и он, ну, на мой взгляд, он сделал в этом фильме все, что можно было сделать в жанре вообще. То есть это такая энциклопедия всего хорошего, что может в зомби-жанре случиться. Во-первых, там классная операторская работа, очень много модных приемов, каких-то рекламных таких, очень много динамики. И зомби там опять бегают, несмотря на то, что это никакие не больные люди, а настоящие зомби, но они реально очень быстро бегают. В общем, если вы хотите посмотреть один-единственный фильм про зомби, посмотрите фильм Зака Снайдера. Если он вам не понравится, больше не смотрите никаких фильмов про зомби. На этом и закончите. Если он вам понравится, ну, значит, можно еще что-нибудь посмотреть. Просто, просто примерно так там все выглядит. После этого начались всякие шутки. То есть люди посчитали, как скорость зомби возрастала от года к году. И вывели формулу, что примерно к 2080 году зомби, если так пойдет дальше в кино, если скорость зомби будет постоянно увеличиваться, то через 30 лет они преодолеют звуковой барьер. Еще через 100 лет они достигнут первой космической скорости. Ну и, грубо говоря, через 500 лет зомби охватят всю галактику, от них совершенно невозможно будет нигде скрыться. И пищевая цепочка будет вот так выглядеть. Люди просто станут кормом. Но на самом деле это все как бы шутки шутками. Они просто подводят нас к тому, что когда жанр сформировался, как и в любом жанре это бывает, случается постмодернизм. И у зомби тоже есть постмодернизм. Есть такой фильм Эдгара Райта, который называется Shown of the Dead. Он снят фанатами. Для фанатов там на самом деле очень классный, очень мягкий английский юмор. И Эдгар Райт потом снял еще несколько хороших фильмов. Не знаю, типа Крутые легавые, которые пародия на все, на весь жанр такого полицейского боди-муви. И Армагеддон или Армагеддец, он в русском прокате называется. Такое переосмысление фильмов про пришельцев и нашествия пришельцев на землю. Короче, Эдгар Райт очень смешной, классный чувак. И в этом фильме это на самом деле хоррор. То есть там есть и расчлененка, и ужасы, и все такое, но там очень много шуток. И все вещи, которые фанатам зомби-жанра понятны, типа походки зомби или звуков, которые зомби-зомби, тут обыгрываются, обстебываются. И весь этот социальный подтекст, он тоже здесь высмеивается. Не знаю, будем ли мы смотреть трейлер? Наверное, нет. Не будем. Посмотрите трейлер после. Он есть. Ну и вот мы подходим к кульминации, когда заканчивается постмодернизм, начинается массовая культура. И Брэд Питт сделал фильм «Мировая война Z». Когда Брэд Питт делает фильм про зомби, ну понятно, что, наверное, про зомби уже все слышали хотя бы один раз в своей жизни. И ясно, что в фильме Брэд Питта про зомби главным героем является Брэд Питт. И он именно тот чувак, который спасает всех. И здесь интересно то, что жанр стал настолько широк, что можно было этот фильм выпускать в прокат по всему земному шару. Все шли и знали, о чем вообще там будет идти речь. То есть ни у кого не вызывал вопросов, чего это такое вообще происходит. Все более-менее понимали, на что они идут. И кассовые сборы фильмы этого подтвердили. Будет сиквел. Но зомби стали попсой. И это уже был не какой-то локальный феномен для гиков. Это было просто явление, которое есть везде и которое сотни раз усмеивалось и, не знаю, в Симпсонах, в Гриффинах попало в комиксы, попало в книги, попало на плакаты, попало в дизайн, попало вообще везде, куда только можно попасть. И Брэд Питт на самом деле не сильно много думал. Он взял книжку Макса Брукса. Это сын Мэла Брукса. Я не знаю, Мэл Брукс, может быть, вам знаком. Такой режиссер, который снимал всевозможные пародийные комедии в свое время. На «Звездные войны» он снимал пародии, на «Робин Гуда» он снимал пародию и много-много-много других пародий. Вот у него есть сын, и сын, и он, держим, зомби, он написал книгу такой, это на самом деле серьезная книга. Там описывается, по сути, что нужно делать в случае зомби-апокалипсиса очень-очень-очень детально. Вплоть до того, что нужно одевать, на чем нужно ездить. Типа, используйте мотоцикл, не используйте машину. Объясняется, почему. Или, например, ни в коем случае не используйте бензопилу. Все думают, что бензопила это как бы лучшее вообще, что можно придумать в случае зомби-нашествия, но на самом деле нет, потому что ее надо заправлять. Она не с первого раза заводится, а если попробовать распилить человека бензопилой, то она, во-первых, в нем застрянет, во-вторых, она может о кости сломаться. И вот Макс Брукс, он все эти данные, такое ощущение, что проверил, как разрушитель мифов, уж не знаю как, и очень-очень подробно описал. И у него есть две книжки. Вот это просто как выжить, и вторая, которая, собственно, называется World War Z, которая описывает, что станет с миром в случае зомби-апокалипсиса с точки зрения геополитики. Это как бы звучит скучно, но на самом деле очень весело, потому что, например, подробно описывается, как тут же Индия и Пакистан закидают друг друга ядерными бомбами, ну потому что, ну а зомби напали, какого хрена сдерживаться, можно делать что угодно. Как сильно не повезет Китаю с его перенаселением, и что будет с Россией, например. В России все просто зомби замерзли зимой и оказались под снегом, поэтому тут как бы конца света никто не заметил особенно. Вот, в общем, если хотите какую-то книжку про зомби, их нереально большое количество, и здесь принцип такой, что авторы, которые пишут прозу или стихи, стихи про зомби тоже есть, они используют этот жанр просто как повод высказаться. И очень часто книги про зомби, они опять же не про зомби, а про что-то еще, про любовь, например. Такое случается. Вот эта штука, Роберт Киркман, The Walking Dead, комикс, ну или, не знаю, графический роман, как сейчас все говорят, продолжает писаться и по сей день, и кроме того, есть сериал. И это еще один, кстати, показательный момент, что из кино жанр пошел в сериалы как в популярный формат сейчас. И если у телеканала HBO есть Игра престолов, то у АМЦ есть Walking Dead, который собирает очень-очень большое количество людей у экранов, и люди на это смотрят. Но здесь идея, собственно, у всего этого комикса, ну, понятно, что комикс круче, чем экранизация. Идея очень простая, что случается вся эта фигня, и дальше читатели или зрители следят за тем, как постепенно ухудшаются взаимоотношения между людьми, и как больше и больше они скатываются в животное состояние. Ну, а кто-то не скатывается. Просто такое реалити-шоу, что будет, если случится какая-то фигня. Но при этом понятно, что есть и мэшап, такой совершеннейший трэш в книгах тоже. Вот, например, один чувак придумал, Сэд Грэм Смит, придумал отдельное направление в литературе, когда он просто взял гордость и предубеждение и переписал эту книжку. То есть он оставил куски гордости и предубеждения, но еще добавил туда эпизоды с зомби. Как бы они там тоже были все это время. И это на самом деле был бестселлер, особенно в Англии, где люди любят гордость и предубеждение, где считают ее книгой, которую все англичане должны прочитать. Они когда поняли, что еще и так можно, они, в общем-то, очень быстро сделали чуваку состояние. Это не единственная книга, которую он написал. Еще есть разум и чувства и морские чудовища, ну и так далее. В общем, есть такая формула смешивать что угодно с зомби и получать результат. Ну там, грубо говоря, есть книжка про Титаник, который плывет, там случаются зомби, потом все тонут. И все равно это интересно. Ты знаешь, что Титаник утонет, но тут как-то веселее. Ну и понятно, что у Марвел есть отдельная линейка про всем известных супергероев, где они просто все умерли, но продолжают свои супергероические деяния. Но я это не отношу к каким-то обязательным вещам. Мне кажется, это уже эксплуатация. Эксплуатация темы, но просто она приносит деньги, поэтому люди этим занимаются. Последнее, на что можно обратить внимание во всей этой истории, это компьютерные игры. И там зомби, наверное, я даже не знаю, что там популярнее зомби в качестве врагов в компьютерных играх. Наверное, только нацисты и пришельцы. Но в принципе есть комбинации всего совсем. Зомби-нацисты, зомби-пришельцы. Поэтому, в общем, в любой компьютерной игре их, наверное, можно найти так или иначе. Но есть парочка очень-очень хороших таких произведений искусства. Первая, это игра Left 4 Dead. Чем она классная для жанра? Да, все очень просто. Это игра, где тебе с тремятовыми друзьями нужно пройти через город, который кишит просто зомби. И здесь вся фишка в командном взаимодействии. Там есть несколько классных таких деталей, типа искусственный интеллект игры следит за тем, как ты проходишь, как ты пробираешься через эти улицы. И если ты слишком бодро это делаешь, если ты слишком хорошо играешь, он просто генерирует больше ужасных ситуаций. То есть больше зомби на квадратный метр, они резче выскакивают, твои напарники чаще гибнут, аптечек меньше, и все такое. Короче, постоянный саспенс. И это было прекрасно, потому что у нас каждую ночь примерно один и тот же сценарий разыгрывался. Там надо было пробраться через город и, грубо говоря, эвакуироваться на вертолете. И вот в конце, когда уже прилетает вертолет, надо оборонять площадку, на которой просто волны врагов ловятся. И Ждан всегда до последнего стоял, ну типа, ребята, бегите, я их придержу. Мне было очень жалко бросать Ждана, поэтому, да я с тобой там, типа, чувак. А Серега Федоров всегда улетал на вертолете. Единственный. Он единственный стоял рядом с ним, и когда дверь открывалась, он просто заходил туда и улетал. Вот. Ну и понятно, что сейчас Серега Федоров большой человек в Яндексе, а мы с Жданом как бы разными вещами занимаемся. И есть еще вот такая игра, которая называется The Last of Us. Она вышла в 2000, чтобы не соврать, в 2013, в 2014, в 2013. Да, в 2013 году. И многие ее окрестили такие, о, это гражданин Кейн в мире компьютерных игр. Для меня это вообще фраза всегда была загадкой. Это гражданин Кейн в этом-то, это гражданин Кейн в компьютерных играх. Я посмотрел недавно «Гражданина Кейна», ну просто чтобы понять, а что все люди нашли в этом кино. Поэтому, если вы смотрите два черно-белых фильма в год, то помимо «Ночи живых мертвецов», можешь еще посмотреть «Гражданина Кейна». Это реально очень круто с той точки зрения, что вы много поймете всего про киноязык, про то, как люди с помощью кинематографа могут рассказывать истории. В «Гражданине Кейне» уже очень многие приемы, которые в современных фильмах используются, воспринимаются нами как совершенно естественные формы нарратива, появились впервые. Точно так же в этой игре все, что зомби-жанр хорошего сделал за годы, спрессовали и в форме очень понятной, очень такой теплой истории про жука, который потерял дочку в начале зомби-эпидемии и девочки, у которой есть иммунитет, но которая не его дочка и которую ему надо просто отвезти к выжившим, чтобы они разработали вакцину. В общем, на примере вот этой вот простой формулы они рассказывают очень такую глубокую, очень личную историю про то, как люди себя ведут в разных ситуациях, что на самом деле важно, что такое там отцы и дети и очень много тем, короче, там поднимается. При том, что это экшен, там надо стрелять и там есть очень классное объяснение вообще феномена зомби, откуда они взялись, которого тоже в жанре до этого не было. Ну, если коротко, то во всем виноват грибок. Да, там есть грибок, но это на самом деле не шутка. Такой грибок реально существует в мире, он поражает муравьев, тропический грибок лежит на земле, муравей по нему проползает, грибок прилипает, споры этого гриба прилипают к брюшку муравья. Дальше они проникают внутрь муравья и берут под контроль его нервную систему. И они заставляют муравья залезть как можно выше на дерево, вцепиться зубами в листик. Муравей не хочет, грибок ему говорит, делай так. Ну и все, дальше муравей сидит там и либо отваливается вместе с листиком, улетает на большое расстояние, падает, умирает, и у него из головы прорастает такая офигенная грибная конструкция, которая, собственно, дает возможность грибку расселяться на разные территории. Либо муравья этого сжирает птица, потому что она его отлично видит на листике. Собственно, потом выбрасывает его обратно в окружающую среду через пищевод. И грибок снова разрастается. Вот такая есть форма жизни на планете Земля, жуткая. И непонятно, как она мутирует, но в этой игре предполагается, что она научилась так же делать с людьми. Просто грибок управляет поведением людей, и они совершают всякие жуткие вещи. Это если говорить про кино, книжки и компьютерные игры. Но вообще, чем еще можно заняться в зомби-жанре? Можно ходить на зомби-парады. Это очень веселая и смешная штука, которая в разных городах проходит в разное время. Очень просто, да, ходить. Надо сделать себе простейший грим, ну там, обмазаться кровью или еще чем-нибудь. И просто идти в толпе людей, выйти. Можно заходить в разные супермаркеты, в Apple Store можно заходить. И если за границей дело происходит, то там все этому очень рады. Особенно в Apple Store. В Москве, когда я принимал участие в зомби-параде, всех арестовал ОМОН, потому что зомби не согласовали как бы свое шествие и, не знаю, оскорбляли чувства всех подряд. Но это все равно было весело, потому что те, кто не поместился в эти УАЗики, они как бы начали долбиться в них руками, раскачивать. И смысл этого действия, на самом деле, просто классные фотки и времяпрепровождения с такими же сумасшедшими людьми, как и ты. И все получилось. Даже в Москве, по-моему, тоже было весело. Ну, собственно, можно стать препером и начать осваивать все эти навыки выживания. Из смешного на прошлой неделе в Америке закрыли коммуну преперов по той причине, что на самом деле это оказалась террористическая ячейка, которая просто говорила офицерам полиции, что не, на самом деле мы готовимся к зомби-апокалипсису. То есть там бородатые мужики с калашами целый день на полигоне стреляют по мишеням, но когда приезжает полиция, они говорят, что у нас на самом деле вы нас неправильно поняли, мы готовимся, а вы не понимаете. Но в конечном счете полиция докопалась и оказалось, что террористы их посадили. Ну, в общем, можно и так развлекаться. Плюс есть еще всевозможные парки развлечений. В Лос-Анджелесе Universal Park Studios строят сейчас очень большой, даже не знаю, как сказать, развлекательный комплекс размером с квартал. Это реально квартал города, наполненный статистами, которые заграммированы под зомби, и тебе в составе группы туристов нужно просто через этот квартал пройти и выбраться. Ну и поскольку это Universal Park Studios, то там все с участием каскадеров, там взрывы, и в конце там армия реально окружает этот квартал, начинает палить в разные стороны. Короче говоря, это такой классный опыт побыть в кино, на самом деле не находясь в кино. В Москве есть такая штука называется Супермаркет Зомби 2. Я там был два дня назад. Это квест в реальности. Ну что-то типа клаустрофобии, но только не клаустрофобия. Я на эти квесты в реальности никогда не ходил, но вот решил один раз сходить в тематическую штуку. В общем, я всем крайне рекомендую сходить. На Семеновской находится. Это реально очень клево. По сути дела, нужно просто выбраться из четырех комнат, которые связаны между собой дверьми, ищут всякие ключики, подсказки. Но прикол в том, что там есть статисты зомби, и они нападают на тебя постоянно. И если тебя укусят в первые пять минут игры, то ты умер. Как бы деньги тебе не вернут. И на самом деле это очень обидно, потому что ты думаешь, я лучше всего знаю вообще, я все знаю про зомби, я точно выживу. Но ты заходишь, и на тебя тут же прыгает чувак какой-то, пытается тебя сожрать, и ты совершенно не знаешь, что делать. Ну, правда. То есть годы подготовки, годы матчасти, они не решают. Теория не рулит, только практика. Поэтому это очень веселая штука. Если хотите попугаться, если там есть час свободного времени, сходите. Это весело. Ну вот, пожалуй, все, что я хочу про зомби сказать. Спасибо. Какие-то практики, те поведенческие паттерны, которые ты в студии получаешь как менеджер, ну, например, продавая проекты. Я про это буду рассказывать. Или нет. Ну, в общем, лекция очень короткая. Не работают. Но как бы есть нюансы. Есть нюансы. На самом деле кое-что работает, и надо просто не в лоб к этому подходить. Почему? Почему про менеджмент? Ну, то есть мне кажется, когда люди из студии куда-то уходят, они уходят либо в другую большую компанию, либо они открывают свой собственный бизнес и там пытаются по граблям ходить и что-то делать. Либо они думают, что, о, ну, я вообще не создан для менеджмента, буду, не знаю, что-нибудь другое делать. Есть хорошая книжка Джо Абер Кромби. Она вообще не про менеджмент, а про эльфов и мечи и маги. Но это смотря как книжки читать. Можно читать про эльфов, а на самом деле думать про менеджмент. Так вот, у него есть книжка, которая называется Герои. Она про одно сражение, которое происходит на никому не нужном холме. И это сражение описано, оно длится там 5 дней, описано с точки зрения разных персонажей, всяких разных. И есть один персонаж, который всю жизнь провел на войне. Вот он ничего кроме этого вообще не делал. Он только сражался всю жизнь. Но мечтал заниматься чем-то другим. Делать табуретки. Он такой думал, ну вот когда-нибудь война закончится, я буду делать табуретки. А она все не заканчивалась. И в конечном счете этого чувака все достало. Он, выйдя из последнего сражения, просто сбросил себя все. Сказал, все, я никем не хочу больше руководить. Не хочу воевать. Идите к черту. Мне не нужны ваши деньги, не нужна слава. Я буду делать табуретки. Он реально уехал куда-то там в глубокую деревню, такой фэнтези-дауншифтер. И начал делать эти табуретки. Но когда он их начал делать, он понял, что войной он занимался примерно там 40 лет, а табуретки он делает неделю. У него получается очень хреново. И для того, чтобы у него начали получаться хорошие табуретки, ну, наверное, надо лет 40 еще потратить. А у него просто нет этого времени. И ну как бы вообще на самом деле не прет делать табуретки. Не круто. Ну и книжка заканчивается тем, для этого персонажа она заканчивается тем, что к нему приезжают очередные какие-то его друзья военные и говорят, да давай, что ты, он разбивает эту табуретку кому-то о голову. И говорит, йо-хо, обратно на войну. В общем, к чему я это рассказал? К тому, что, наверное, можно было делать табуретки и рассказывать про это, но как бы так сложилось, что моя война это менеджмент. И все вокруг него крутится. То есть куда бы ты ни отправился, что бы ты ни делал, люди к тебе все равно приходят и говорят, а вот надо тут это, что-то помаджерить. А тут надо это поделать. Ты просто не можешь из этой истории никак выйти. Есть всякие слайды, которые мы смотрели, про контекст, бла-бла-бла. Но на самом деле вот, вот это важная картинка. История про что? История про то, что все думают, что удаленная работа это вот такая штука. Ну, то есть реально, я в фейсбуке набирал вчера удаленная работа, это первая картинка, которую я увидел. И еще там 200 картинок, выглядящих так же. Какой-то чувак сидит в бассейне и, значит, там час в день отвечает на электронную почту и у него все замечательно. Ясно, что все люди здравомыслячие и понимают, что ну так работать нельзя. Ну, вообще. У него же ноутбук разрядится там, не знаю, через полночаса. Как минимум. Но есть все равно какой-то розовый флеровый вокруг всего этого, что удаленная работа, она почему-то проще офисной работы. И она снимает многие, многие, опять же, ограничения, которые на тебя накладывают офисные работы. Типа в офисе я не свободен, не счастен, а вот когда вокруг офиса нет, это мир полной свободы и можно делать что угодно. Почему-то люди думают, что это будет выглядеть вот так. Ну или вот тоже, я очень люблю эту картинку, просто чувака выкинули, не знаю, с работы, он плавает или в океане, или в бассейне, умирает. А ноутбук у него уже разрядился. И он не может никому написать письмо, спасите, я не знаю, что делать. Короче говоря, если вы работаете удаленно, то вам все равно придется столкнуться с некоторыми, с некоторыми вещами, которые не решаются универсально. Ну то есть вы идите из студии, вы думаете, ну окей, я буду работать удаленно, что мне для этого нужно? Мне для этого нужны клиенты, с клиентами я буду общаться примерно так же, как я общался в студии, и все будет получаться. Но на самом деле, первое, с чем вы сталкиваетесь, это с тем, что вам нужно выстроить некую инфраструктуру, как бы это ни странно звучало. Если вы постоянно перемещаетесь, как мы перемещались, у нас был режим, типа город мы меняли раз в три дня или раз в неделю. И в таком режиме твоей работой становится путешествие. Ты не можешь делать ничего, кроме путешествия, потому что каждый день тебе надо решать, на чем доехать, до следующего города, где поесть, чтобы не умереть от поноса, куда заселиться, есть ли тут Wi-Fi, а Wi-Fi тут нет, а где он есть? А он есть в другом городе. О, черт. А где тут вообще мобильная связь, если вы между двумя странами переехали, между какими-то, не знаю, Лаосом и Вьетнамом? Все, во Вьетнаме совершенно другие сотовые операторы, другие вообще правила, все по-другому. И если находиться в режиме перемещения, то это единственное, что ты успеваешь делать, перемещаться и смотреть по сторонам. Работать нельзя, если у тебя за спиной нет инфраструктуры, которая уже и так работает. То есть, грубо говоря, если у тебя нет за спиной людей, которые сидят и просто делают свое дело, а ты являешься частью этой системы, тебе эту систему нужно строить с нуля полностью. И, ну, как бы, на примитивном уровне это означает слово офис. То есть тебе надо найти место, где ты можешь сидеть спокойно и работать и выработать некоторый режим. Типа я просыпаюсь в 8, работаю до 3, и только потом иду и что-нибудь делаю. А не так, что я просыпаюсь, когда получится, и иду куда-нибудь, а потом, о, черт, я не проработал, то есть это базовая штука, которую нужно решить. Но потом возникает еще куча других вещей, потому что ты понимаешь, что даже если ты кого-то нашел, какого-то клиента с ним начал договариваться, тебе нужен потом бухгалтер, чтобы эту сделку скрепить. Тебе нужен юрист, который все это проверит, и этих людей нужно искать. И я не говорю, что это невозможно, это все возможно. Просто ограничения, которые даны в офисной жизни, здесь тебе приходится собирать, и ты тратишь на это время. То есть ты должен их себе поставить, но никто не поставил их из-за тебя, и поэтому, собственно, ты единственный человек. Вот она, свобода так выглядит на самом деле. Ты единственный человек, который за все отвечаешь. Это утомляет. Второе – это клиенты. Ну, собственно, здесь есть два подхода. Первый подход говорит, что если ты продаешь проекты, то уходя из компании, ты можешь забрать с собой своих клиентов. Ну, офигли. Ты же как бы общался с ними, время тратил. Значит, наверное, когда ты перестал работать в компании, ты же не перестал быть собой. Наверное, ты можешь продолжать общаться с теми же людьми и продавать им, в принципе, те же услуги. Ну, просто почему бы и нет? Второй подход говорит, что так делать нельзя, потому что, ну, так делать нельзя. Не только ты помогал этим клиентам получить тот продукт, который они хотели, это делала команда людей, и будет странно, если ты отберешь у этой команды хлеб. Я думаю, что и тот, и другой подход имеет право на жизнь. Тут все зависит от вашего личного морального компаса. Ну, то есть, если он вам показывает, что можно так делать, типа клиенты – это как у плотника инструменты, я их взял с собой и пошел. Значит, вы все равно будете так делать. Если вы считаете, что над новых чуваков искать и новым что-то продавать, значит, вы будете таким образом поступать. Но мораль этой басни такая, что либо вы работаете на Россию за доллары, и этих долларов не очень много, потому что в России все-таки любят платить в рублях, а во всем мире рубли – это как бы не то. Либо вы работаете на Запад с иностранными клиентами. Они, естественно, платят в долларах гораздо спокойнее, этих долларов больше. Но российские клиенты хотят видеть вас в лицо, хотят встречаться с вами. И это совершенно невозможно делать удаленно по скайпу или по электронной почте. Можно продавать проекты, которые стоят дешевле 300 тысяч рублей, не встречаясь с людьми вообще. Но все, что дороже 300 тысяч рублей, вызывает у людей массу вопросов. Они не готовы платить аватарки в скайпе. Вообще не готовы. Они говорят, ну, там, приезжайте на встречу, посмотрим друг другу в глаза, пожмем друг другу руки. Ты говоришь, ну, зачем, когда тебе всего лишь нужен там промо-сайт из одной страницы, зачем нам смотреть друг другу в глаза? Что там искра между нами промелькнет? И ты получишь лучший в мире сайт. Но в России есть реально такая штука, не знаю, может быть, она отомрет через какое-то количество времени. Все пересядут на скайп, почту, мессенджеры, и дела будут делать так. Но если хотите продавать дорогие проекты, то без общения никак. И вот эта пирамида, которую в студии прививают как знание о том, что лучше встретиться с человеком и все вопросы решить на встрече, чем позвонить. Лучше позвонить, чем написать. Ну, а написать – это самое последнее дело. Она на самом деле без своей вершины, без встречи, работает, ну, очень, очень шатко. Ты пишешь, и ты звонишь, но в скайп не есть встреча. Даже если у тебя камера включена, это совершенно не тот, не тот формат взаимодействия. Если работать для клиентов, которые находятся за рубежом, там обратная история. Они готовы у тебя покупать проекты любой вообще, за любой ценник, за там, не знаю, миллионы готовы покупать проекты, не видя тебя вообще. То есть ты для них можешь быть набором цифр в банковского счета, они просто тебя туда переведут деньги. И они будут с тобой работать. При этом, когда ты им говоришь, ну, ребята, мы же как бы, вы даете мне очень много денег, давайте мы хотя бы встретимся и посмотрим друг другу в глаза, потому что тебе уже страшно, что такое происходит. Но они говорят, что ну а зачем это нужно, зачем я буду тратить на тебя свое личное время, которое я могу потратить там на семью и друзей, я тебя, чувак, вообще не знаю. Давай ты сделаешь работу хорошо, и тогда у меня будет повод с тобой встретиться, чтобы обсудить следующую работу. А если ты сделаешь ее плохо, ты запоришь свою репутацию и вернешь мне деньги. Вот и все. Такой сказ. И это обратная ситуация. Но у этой классной медальки есть оборотная сторона. Для того, чтобы такой чувак пришел к тебе и купил у тебя проект, он должен тебя знать от кого-то еще. То есть какой-нибудь Джон должен представить тебе. Вот это Алексей, Билл, работай с ним. Ну то есть вот эта вся история про нетворкинг, про связи, про то, что все друг друга знают и друг другу советуют, она реально есть. И если тебя никто не представил, чуваку, с которым ты хочешь работать, он с тобой работы просто не будет. Но если каким-то образом звезды сложились так, что тебя представили, он может работать с тобой совершенно спокойно, используя интернет и не видя тебя вообще, его не будет волновать, где ты там живешь, откуда ты делаешь свое дело. Главное, чтобы ты его делал. Но вывод очень простой. Чтобы обзавестись связями, нужно встречаться с людьми, нужно быть в тусовке и эти связи как-то получать. Нельзя сидеть в скайпе, ждать, что тебе сейчас постучится кто-то, типа, эй, привет, а я как раз интересуюсь дизайном. И ты такой, отлично, вот 2 миллиона долларов и вперед. Он такой, ну хорошо. Такого как бы не бывает ни в каком мире. И поэтому неважно, на Россию вы работаете или на зарубеж, так или иначе вам придется работать с людьми. И, ну это собственно третье, что нужно знать про удаленный менеджмент. Менеджеры, они ничего не производят. То есть с дизайнерами все понятно. Они делают дизайн и могут его продавать как конечный продукт, кому угодно. А единственное, что производят менеджеры, это взаимодействие с другими людьми. И это очень важно, потому что есть целая, оказывается, каста, не знаю, народность малая, несчастных менеджеров, которые удаленные менеджеры и они несчастные при этом. И ты их спрашиваешь, чувак, а что не так? Почему ты такой несчастный? Ну не знаю, я вот работаю, делаю там проекты, что-то продаю. Ну что-то не знаю. Ну не прикольно как-то. А потом они в результате, если с ними начать разговаривать, они в результате приходят к пониманию, что оказывается, они не могут быть полностью счастливыми в этой своей работе, потому что они не получают никакого фидбэка и никакого кайфа от работы. Потому что единственный кайф, который они могут получить, это кайф от взаимодействия с людьми. То есть от основного продукта их жизнедеятельности. Дизайнер может посмотреть на готовый дизайн и сказать, о, зашибись, получилось, клево. Или увидеть его на улице и сказать, ну вот я добился. А что может менеджер? Если он лишен возможности общаться с людьми, он вообще ни в чем радости найти не может. Совсем. Поэтому взаимодействие это та штука, на которую все как бы закрывают глаза, как будто бы она не важна. А она на самом деле очень важна. И последнее, к чему это все приводит, это к росту. Возможен ли рост в одиночестве, в пещере, например? Наверное, да. Наверное, возможно. Но на самом деле самый экстенсивный рост происходит и интенсивный. Происходит в группах. Когда есть группа, неважно, что вы в этой группе делаете. Например, вы там решили поучиться на иллюстратора, рисуете иллюстрации. Когда вокруг у вас сидят другие люди, рисующие иллюстрации, вы постоянно смотрите, что происходит. И ясно, что в группе есть чувак или девушка, которая делает это лучше вас. И ты думаешь, блин, ну как? Ну почему? И он еще там в пять раз моложе тебя, например. Ясно, что есть какой-нибудь абсолютный аутсайдер, на который ты смотришь и думаешь, да. А потом его хвалят, и ты такой думаешь, ну блин, нет, почему? Короче говоря, самое интенсивное обучение всегда происходит в группе. Я смотрел на всевозможных буддистов, ну поскольку мы ездили в Азии и вообще так сложилось, было много буддистов вокруг. И у меня такая есть картинка про буддистов. Значит, чувак учится. Они все учатся в группах, при том, что это странно. Тебе же дают все эти мантры, все эти практики, ну сиди, медитируй один дома, и все же будет классно. Но оказывается, им нужно собираться вместе для того, чтобы просто просто не забивать на это, просто продолжать двигаться вперед. Потому что, ну, у человека есть такая склонность, ну, у меня ничего не получается, вообще не буду это делать. И не делать. Но когда он в группе, у него такой возможности спасовать на самом деле нет. И каждый раз, когда он хочет закрыть дверь, другой чувак ее придерживает и заходит в помещение, не дает этому выйти. Ну, у меня было две картинки про буддистов, но вот это мне больше нравится. Поэтому последний как бы вывод, к которому я пришел, это вывод о том, что если важен рост в работе, не какая-нибудь стабильность, а вызов и рост, нужно работать в группе. Неважно, какая группа будет, там, виртуальная или реальная, но люди, которые постоянно оказывают на тебя какое-то влияние извне, они должны быть. Иначе рост просто не случается. Все эти штуки про я сижу и читаю книжки каждый день, они не работают. Это примерно то же самое, что смотреть фильмы про зомби, а потом в помещении с реальным зомби оказаться не обосраться. Вот такие выводы. Посмотрите, почитайте. Ну, собственно, Богдана Кравцова про ограничения, классные лекции, 10-минутные, так и набираете в Ютьюбе. Макгоникл, Сила воли, Людвиг посоветовал про то, собственно, как заставлять себя что-то делать. Пьер Бояр, Искусство рассуждать о книгах, которые не читал, собственно, помогла мне второй пункт написать в этом списке. То, что Сила воли я не читал, я верю Людвигу, хорошая книжка, прочитаю. А вот Пьер Бояр действительно классную книгу написал о том, как говорить о любых книгах, даже которых ты не читал, и под эту хорошую материальную базу подвел. Там все честно. Ну и лучшая книга про путешествия Робинзон Круза. Вот она показывает, как удаленный менеджмент выглядит. Чувак там 40 страниц доит козу, и все это жутко скучно. Кстати, у нее есть продолжение. Если кто не знал, у Робинзона Круза Даниэль Дефо написал потом продолжение. Он называется Робинзон в Сибири. Про то, как чувак поехал в Россию. Это не шутка, это на самом деле реальная книга. Но очень плохо продавалось и по моему основу. Да. Но в историю она как бы не вошла. Но Робинзона почитайте. Ну вот это все, что про менеджмент я хотел сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ